Позволяет ли цель устойчивого развития одновременно учитывать требования экономического развития, социального благополучия и защиты окружающей среды? Это вопрос тысячелетнего занимавшего мы политиков и ученых. Принятие в 2016 году целеустойчивого развития сгруппировало ряд современных проблем, таких как городское промышленное развитие, укрепление неравенства, изменение климата и уменьшение биоразнообразия. Это в конечном итоге призыв по-новому определить рамки развития. Именно это переплетение проблем требует осознания на всех уровнях, от личного до международного, необходимости более эффективного, комплексного применения знаний и большей согласованности между государствами и практикой бизнеса. В этом видеоролике мы расскажем о внутренней динамике цели устойчивого развития и взаимосвязях между целями. Вопрос объединения трех аспектов устойчивого развития не нов, но его значение растет. На этом графике красным показано то, что называют большим ускорением, то есть интенсификация социально-экономического развития с 1950 года, сопровождающаяся ускоренным ростом численности мирового населения, потреблением энергии, удобрением, развитием инфраструктуры. И с правой стороны мы видим аналогичные тенденции потребления природных ресурсов и биофизических процессов, то есть увеличение конверсии земель, потребление рыбных ресурсов, выбросов метана и углеводов, с тем же ускорением, начиная с 1950 года. Влияние человеческой деятельности на окружающую среду приобретает глобальные масштабы, и это растущее взаимодействие между людьми и окружающей средой позволяет нам поставить вопрос о необходимости сбалансировать три аспекта устойчивого развития. Многие расчеты, давшие начало цельному устойчивому развитию, имели общую цель направлять экономическое развитие по пути содействия социальному благополучию, не ставя под угрозу целостность биосферы и естественных процессов, которые являются основой жизни и здоровья, развития человека. Сегодня цель устойчивого развития включает 17 целей, 169 задач, 230 показателей мониторинга, и они являются компромиссной основой, выработанной благодаря переговорам между нами в течение нескольких лет. В повестке дня на 2030 год проводится четкая идея интеграции аспектов устойчивого развития во всех целях и задачах. Понятие неделимости в универсальне и универсальности свидетельствует о том, что мир целеустойчивого развития – это мир синергии и беспроигрышных стратегий, но это зачастую не так просто. Являются ли цели устойчивого развития в едином целом? Как правительство и акторы подходят к их реализации? Как избежать ловушки целей развития тысячелетия, для которых значительный прогресс при сокращении масштабов бедности, идет рука об руку с все возрастающим использованием ископаемых видов топлива? И затем, как организовать деятельность множества участников, необходимой для реализации цели устойчивого развития? Чтобы решить все эти проблемы, необходимо увязать цели устойчивого развития друг с другом, рассматривать каждую цель через призму других, изучать точки соприкосновения. Международный совет по науке и Стокгольмский институт окружающей среды разработали систему определения уровня влияния одной политики на другую, одной цели на другую. Она имеет семь уровней, и где-то она выходит за рамки простого описания взаимодействий между целями устойчивого развития, будь то положительное взаимодействие, отрицательное или оба вида взаимодействия. Говоря о синергии, первый уровень – это тот, для которого стремление к цели создает условия, благоприятные для реализации другой цели. Например, электрификация сельской местности позволяет достичь цели образования для всех, облегчив обучение в вечернее время. Это косвенная польза. Второй уровень – усиливающий эффект. Достижение цели А способствует достижению цели Б. Это прямой и необходимый вклад. Например, развитие неуглеродных энергий позволит снизить загрязнение воздуха и внести непосредственный вклад в здоровье населения. Наконец, самый высокий уровень взаимозависимости – это когда одна цель не может быть достигнута без достижения другой. Например, содействие гендерному равенству в общественной жизни идет рука об руку с искрением всех форм дискриминации в отношении женщин. Точно так же, в достижении двух целей можно создать напряженность, даже противоречивые последствия. Достижение одной цели может, например, установить пределы или условия для достижения другой цели. Например, меры по защите природных ресурсов ограничивают ресурсы для экономической деятельности, которая непосредственно связана с эксплуатацией этих ресурсов. Например, квоты на рыбный промысел. Может иметь место конфликт между двумя целями. Например, доступ к достаточному количеству качественной пищи может подорвать достижение цели ограничения водопользования и использования химических удобрений. И, наконец, прогресс достижения одной цели может сделать невозможным достижение другой цели. Например, развитие инфраструктуры может свести на нет усилия по сохранению экосистем в соответствующих районах. Применение этой структуры анализа ко всем целям и задачам помогает выявить цели, которые способны оказывать наибольшее влияние. Именно эти узловые точки, множественные сети, отношения между целью и устойчивого развития служат основой для определения отраслевых и национальных целей, определения приоритетов, действий и средств. Но этой системы точек сама по себе недостаточно. Предлагаемая структура позволяет провести первичную диагностику, оценить потенциальную синергию или предвидеть конфликты. Но характер отношений между двумя целями не является абсолютным. Он зависит от географической ситуации, социокультурной ситуации, средств или даже технологий, которые будут задействованы. А также систем управления, которые могут, например, привести к неравенству или маргинализации определенных групп. Последствия также могут появиться с определенной задержкой. У разных целей устойчивого развития разные временные характеристики. Некоторые из них будут иметь немедленные последствия, другие – по стечению времени. Например, транспортная инфраструктура, которая обладает инерцией и которая будет, например, долгое время использоваться в городе. Наконец, некоторые последствия нелинейны и становятся заметными только со временем и благодаря побочным эффектам. Зачем нужен такой детальный разбор целей устойчивого развития? Прежде всего, существуют проблемы информированности и обучения. Многие взаимосвязи между целями устойчивого развития хорошо известны, такие как между доступом к воде и канализацией и здоровьем. Другими неизвестны, такие как воздействие энергетического перехода или появление новых технологий на занятость или влияние биоразнообразия экосистем на социальную сплощенность. И эти взаимосвязи должны быть приняты во внимание при принятии решений, причем необходимо указать, что расстановка приоритетов не является синонимом препятствия или неудачи. Затем есть проблема возможного несогласования усилий различных акторов при достижении различных целей устойчивого развития. Необходимо вывести за рамки числа отраслевых подходов поездки дня на 2030 год. Таким образом, повестка в области здравоохранения входит не только в свердить в Министерство охранения, но и в Министерство образования и развития окружающей среды. Именно выявление побочных выводов и отрицательных последствий может помочь определиться с партнерами при реализации определить выигрыша и проигравших. Именно обсуждение и обмен мнению между специалистами и неспециалистами о соответствующих целях, взаимосвязи между целями и политикой, будут создавать это общее видение существующих рычагов. Наконец, существует проблема согласованности и масштабов. Наш первоначальный анализ показал, что существует много возможностей синергии между целью устойчивого развития. Таким образом, необходимо обозначить пути и оценить масштабы и сферу применения существующей политики. И более подробный отчет доступен на интернет-сайте Международных советов по науке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok